МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Врачам лишь оставалось констатировать смерть. Следов насильственной смерти эксперты не нашли. Предварительной причиной гибели стало отравление угарным газом. Поймали с поличным. В Новороссийске полицейские задержали молодого человека, которого подозревают в уличном грабеже. В дежурную часть позвонила женщина. Она рассказала, что на улице к ней подбежал неизвестный и выхватил из рук кошелек. Добычей злоумышленника стали 35 тысяч рублей и сотовый телефон. Вскоре подозреваемого задержали. Сотрудникам полиции потерпевшая подробно описала внешность злоумышленника, а также направление, в котором он скрылся. В нескольких кварталах от места совершения преступления сотрудники полиции задержали подозреваемого. Задержанным оказался 19-летний молодой человек, приезжий из ближнего зарубежья. Как выяснили правоохранители, мужчина уже отбывал наказание за подобное преступление. Сейчас подозреваемый арестован, возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 4 лет тюрьмы. Внимание, розыск! В Краснодаре эксгибиционист напугал первоклассницу. В следственный отдел по Красунскому округу обратились родители 8-летней девочки. Взрослые рассказали, что в лифте к их дочери пристал неизвестный и демонстрировал части собственного тела. Затем мужчина выбежал на улицу и скрылся в неизвестном направлении. Как выяснили следователи, он не является жильцом дома. По данному факту возбуждено уголовное дело. Составлен фотороба злоумышленника. Если вы узнали мужчину на портрете, просим вас обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону 02. Поспешишь, дорогой бампер потеряешь. Так и произошло на красных партизан. Водитель «Опеля» не захотел ждать, пока проедут машины и выехал на перекресток. Безопасно завершить маневр автомобилист не смог. Ему помешала леди на иномарке. В этой аварии повреждения получили только железные кони. Снес городское ограждение и уехал. На перекрестке Дзержинского и Стахановской габаритов своей машины не рассчитал владелец фуры. Водитель поворачивал и прицепом наехал на металлические конструкции. Видимых повреждений грузовик не получил, после чего скрылся с места ЧП. Опасные маневры на мокрой дороге подвели водителя черного седана. Он прибавил скорость на затяжном повороте с Вишняковой на Суворова и потерял сцепление. Машину сначала швырнуло на заграждение, а потом развернуло в самый центр дороги. На загруженном участке по счастливой случайности удалось избежать столкновения с другими авто, пока прибыли сотрудники ДПС, успело потемнеть. Убрали автомобили уже поздней ночью. Но помощь медиков, к счастью, никому не понадобилась. Неосторожно повел себя мужчина из белого Ниссана. Он не посмотрел направо, когда должен был пропустить. В результате в его машину на скорости въехала легковушка. Пострадавшим сразу попытались помочь очевидцы. Из-под капота отечественного авто пошел дым. Хоть пассажиры кроссовера оказались заблокированы, а делались они испугом. А у девушки из легковушки, похоже, не обошлось без синяков. Разогнался на пустой дороге и этот лихач. Сбросить скорость перед кольцом на российской он, похоже, не планировал. Поэтому пришлось останавливаться экстренно, потискиваться между ограждением и другой легковушкой. Только по воле случая он не задел еще одно авто. Мужчина явно куда-то спешил, а будто одет, оказался не по погоде. Ему пришлось поставить пару часов на ночной дороге, пока не приехал эвакуатор. А эти автомобилисты никуда не спешили. Напротив, двигались медленно и осторожно. Но от столкновения это не спасло. На красноармейской свете фонарей они то ли не разглядели друг друга, то ли смотрели не в те зеркала. Договорились шоферы буквально за 15 минут и стоять на дороге больше не стали. Не работает светофор, смотри на знаки. Небольшое ДТП произошло на пересечении Октябрьска и Буденова. Владелец приуры проигнорировал знак «Уступи дорогу» и выехал на перекресток. Не справился с управлением на мокром асфальте и врезался в стоящий на обочине грузовик. На улице Кожевиной аварию спровоцировал автомобиль шашечками. Владелец корейского седана не дал перестроиться водителю Форда, и тот влетел в припаркованную «Газель». Еще больше аварий с дорог Краснодара вы можете увидеть, подписавшись на наш YouTube-канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова